В общем, давно слежу за этой ситуацией, Джонни Депп, Эмберхёрд и американская действительность сегодняшних 2020-х годов, уже 21-х. Скажите, вот если вы в курсе в этой ситуации, ну вас не бесит, вот вас не... Актёр детства, как бы, который, как бы, кажется, вот реально, потому что я знаю про него, довольно честным, добрым, открытым человеком, и при этом вот есть какая-то вот, вот какая-то вот это, она берёт и вот портит, вот человека просто в могилу так сгоняет, да? Частенько так бывает, но просто в случае с такими большими людьми, как Джонни Депп, мы об этом слышим. Хорошо, для тех, кто не в курсе данной ситуации, сейчас я вас посвящу в это, и вы просто, мне кажется, немножечко будете негодовать, я это так назову. В общем, есть такая Эмберхёрд, это вот эта русалка из Аквамена, да, конкретно Аквамена я не считаю неплохим фильмом, но это моё личное мнение. В общем, Депп познакомился с этой своей будущей женой Эмбер. В 12-м году на съёмках Ромова дневника и развёлся со старой женой, женился на новой жене Эмбер, и это была самая большая ошибка. Скажем так, мне жёны ещё в кровать не срали. А, Джонни это ещё ждёт. Да, я сейчас не шучу, она села вот так вот на кровати, вот так большой, и насрала ему прямо на середине кучу человеческого дерьма. Я не знаю, кем надо, ну, я не знаю, может они под этим там, я не знаю, под чем-то там. Что должно произнести с тобой, чтобы ты сел и супругу насрал на кровать? Хорошо, ладно, забыли, неважно. В 16-м году она подаёт на развод, и вот что самое плохое, она не тихо, мирно подаёт на развод, а в современных американских трендах она заявляет о том, что он абьюзер, он меня бил, он абьюзер, он плохой мужик, белый, ты, вы чё, он такой нельзя, вот это всё. И обнародует фотографии с синяками, естественно, нарисованными, в суде говорила, что настоящий, врала, ничего из-за этого не случилось, пока что, ничего не воспринимает суд, суд за судом выигрывает, как бы, Эмбер Хёрд против Джонни Деппа. Суд хотя бы за одну, ну, то есть клевету, или хотя бы вот ложь в суде уже можно было, как бы, человека наказать хотя бы по какой-то строгости закона, не, не, это женщина, вы чё там, вот он там белый мужик, абьюзер, вот это другой разговор, вот его накажем, виноват, нет, похуй, накажем, просто так, чтобы другим не повадно было. По её словам, он Джонни Депп злоупотреблял наркотиками, вот незадача, вот не знала она, да, когда выходила замуж за него, ведь он известен этим, и этого никогда не отрицал, в том числе и сейчас не отрицает, и даже фотки есть, где он валяется. И превращался, в общем, под действием этих веществ в другого человека, а в кого он должен превратиться под действием этих веществ. Более того, как потом выясняется, они вдвоём на пару, там, вот это всё, короче, и, естественно же, ну, то есть, это плохо, когда это он, а когда это девушка, ну, это же с девушкой ей можно. Дальше вот начинается вот реальная жесть, как бы, если ты звезда такого масштаба, можно таких вещей и не делать, как бы, ну, но если ты Джонни Депп и ты любишь наркотики, можно, наверное, и сделать. Слушай, на одном из судебных слушаний были зачитаны отрывки из переписки артиста с другом, в котором он обещает утупить и заблечь бывшую жену. Дальше цитата. Я какие-то матюки тратну её сгоревший туп после этого, чтобы убедиться, что она мертва. Естественно, такое положение дел, ну, как оно что, нормально, оно вообще вся феминисток сгорело, просто сгорело. Главное ли, что говорит человек в пьяном бреду? Одно дело, когда он это сделает, другое дело, он, типа, говорит, причём не жене угрожает словами, а просто говорит где-то с кем-то, что то сделает, чего, естественно, никогда не сделает. Ну, ладно. Здесь я не поддерживаю вообще, ну, гериновые наркоманы, ну, что с них взять, как бы. Если ещё, когда ты занимаешься алкашкой, это ещё куда не шло, ну, герамин, ну, прошу прощения. Хотя и алкашкой нельзя, и даже сигареты лучше не делают. Ну, это выбор каждого, я вам кто, я вам не мамка, решайте сами за себя. Ну, значит, Депп, в свою очередь, рассказывает про другие, как бы, супружеские неурядицы. Она в него кинула бутылка, а с полок этой бутылки, а вот так вот отсёк ему кусок мизинца, как бы. И додокументированное это, как бы, ранение есть, он обращался к врачу, действительно. Ну, и в пользу Деппа есть ещё вот подобный разговор записанный, как бы, слитый, да. Там, где Эмбер разговаривает вместе с Джонни, в общем, слушайте, я буду зачитывать, цитировать. «Я не могу обещать тебе, что снова не применю силу. Господи, я, матершина, иногда становлюсь такой злой, что просто теряю контроль. Я могу обещать, что сделаю всё, чтобы измениться. Я обещаю, я больше не буду требовать развода», — говорила актриса в ходе беседы. Ну, и в другом разговоре она призналась, что била мужа, но делала это не сильно, но била, била. Позднее в интернете были уже упубликованы аудиозаписи, где она уже более жёстко издевается над Деппом по поводу того, что он жалуется на насилие со стороны своей жены. Вот знаете, вот это женское, типа, наступить на яйца, когда, типа, «Ну что ты плачешь? Тёлка тебя избила, да? И что? Ух ты, не мужик, да?» Тут, как бы, неважно, что когда она плачет, как бы, что её там шлёпнули вот так вот, это уже всё, это конец мира. А когда он плачет за то же самое, это, 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 ну, всё, прикрытие, прикрытие, в конце концов. И так думает не только Эмберхёрд, так думают все женщины планеты. Хорошо, большая часть. Типа, какое право ты имеешь жаловаться на то, что я тебя там сковородкой где-то огрела, ты же мужик, тебе же не больно, как бы. И что? Ну, огрела. Как бы даже не стесняюсь. А если ты её сковородкой, то, господи Иисусе, прячься, б***ь, выезжай из страны. Ну и, наверное, многие из вас же знают, что в 2016 году Эмбер было замечено в компании с Илоном Маском, как бы, и как бы мы хорошо не относились к Илону Маску, но Илон Маск, как бы, в чужой огород свои яйца кидал, полол грядку, так сказать, не свою, соседнюю. Вот, казалось бы, миллиардер, один из богатейших людей на планете, вроде второй, или даже сейчас уже самый первый по богатству. Ну, что, мало женщин на планете. Почему именно замужняя? Почему она? Надо тебе эти конфликты, надо тебе участвовать. Ну, он там открестился, типа вообще, типа ничего не знаю. Но, тем не менее, я сам помню, видел, в лифте их снимали вместе, прям. Она была закутана в какой-то покрывал, а он сзади ее так вот так, типа что-то такого. На улице они под ручку там шли, замечались. Джонни Депп не беспочвенно, как бы, ревность свою кидал, потому что на это, ну, блядь, не пиздец. Последствия выяснилось, что основатель SpaceX все-таки переписывался с ней до их развода. Да, он там говорил-то это все после, ничего подобного. Потому что переписки нашли еще до развода, он там, человек-ракета подписан, не епц, в телефоне. Ну, еще Депп утверждает, что у его жены были романтические отношения с Джеймсом Франк, тот, который молодой гоблин в старом Спайдермене, в самом первом. Как актер, он неплохой, хороший. Ну, это уже поле чужие грядки, как я понял. Ну, знаете, кто из нас не любит чужие? Даже я, я не полол чужую грядку, но я был молодой. Мне не было, как Джеймсу Франку, там, 45, или как Элону Маску, сколько там, 50, или тоже ему 40 с чем-то. Мне было 18, и мне нравилась женщина старше меня, 25 ей было, и она была, скажем так, при парне. Я этим не горжусь, так делать нельзя, но я был молодой и тупой. Позднее основателя Спайсика и вовсе заподозрили в избиении актрисы. По словам Хюор, 21 мая 2016 года она стала жертвой агрессии Деппа. Он якобы запустил в нее телефон, после чего на ее лице остались синяки и царапины. Ну, естественно, работница пентхауса, в котором они жили, после сообщала, что в тот день конкретно никаких синяков и царапин в нее не было. Ложь и клевета в суде. Уже статьи, как бы, никто не обращает внимания. Лондонский суд подавали, лондонский суд. Мне кажется, русский, лондонский, если там, короче, женщина и мужчина. Ну, по словам, в общем, этой самой работницы пентхауса, синяки появились недели позже, это когда Депп уехал из страны, а как раз Маск приехал ее навещать. И, в общем-то, Маск, судя по всему, рукоприкладничает женщинам. Кстати, у Маска жена есть, да, дети. Ничего, да? На самом деле покрывают Маска, и я, на самом деле, здесь даже не могу сказать, что я против, потому что такой человек, как он, он максимально полезен для общества. Среди нас есть абсолютно бесполезные особи, это большинство из нас, и максимально полезные особи. И это такие, как Илон Маск, которые толкают всю планету, прогресс вперед, он запускает этот Старлинк. Это интернет, к слову, который не сможет заблокировать ни одно государство, никакой Росковнадзор тебе не сможет заблокировать никакой сайт в Старлинке. Если ты вдруг купишь эту антенну и будешь ей пользоваться, он будет доступен в любой точке мира и будет стоить не так-то дорого, а в результате, скорее всего, и дешево, и будет быстрее, чем обычный проводной интернет. И вот скажи, вот этот человек разве не полезен для общества? Он освобождает тебя от тирании государства, которое с помощью Росковнадзора говорит тебе, что смотреть, на что дрочить, кого воспринимает там Киселев или Навальный. Ну, то есть, тобой пытаются манипулировать, из тебя эффективно выкачивать бабки и дальше хотят. А вот Илон Маск им мешает. И это лишь одно из его развитий. Он же запускает ракеты в космос, делает электрокары, которые определенно делают всю нашу жизнь как бы лучше, планету зеленее и так далее. Ну, вы в курсе, да, и сами машины эти дешевле обходятся в плане езды, то есть, они не тратят бензин. Вот что значит полезный человек, то есть. И что бы он ни сделал в разумных пределах, лично мое мнение, что я бы не хотел, чтобы он прекратил иметь возможность заниматься своей деятельностью. Мир сильно потеряет от того, что он где-то там за решеткой будет сидеть. Но я все-таки скажу, что бить никого нельзя, естественно. Потом у тебя же будут больше проблемы. Синяки у человека заживут, а ты вот, ты будешь с проблемами с законом. Фактриса также предоставляла суду фотографии, якобы завтрака Джонни Деппа. Завтрак интересный. Как пейнт, пара стаканов виски и сфигаретта. Но ты нормально живешь. Знаете, вот мне всегда это интересовало. Вот ты имеешь кучу бабок. Все, что ты хочешь, ты известен. Ты сторожила Голливуда тебя называют. Типа Голливуда, блять. Десятки лет ты снимаешься в лучших фильмах, в лучших ролях. Получаешь миллионы долларов. И что ты делаешь? Запарываешься каинным, алкоголем и сигаретами. Ну, видимо, вот когда ты получаешь все-таки все, что хочешь, жизнь теряет, наверное, смысл. Ты уже не знаешь, что тебе делать. Отчасти, отчасти я это слегка чувствую. Потому что сейчас я могу себе в принципе позволить. Большинство из того, что мне нужно, вот знаете, ну, что я реально не могу себе позволить, это любое жилье. Любое, которое я захочу на планете, я себе купить не могу. А по сути, все остальное я себе реально могу позволить. И реально пропадает челлендж, я вам скажу. Ну, я его отчасти понимаю. Многим из вас будет непонятно. Я просто попытался объяснить его логику. Хотя я далеко не как бы миллиардер, даже не миллионер долларовый. То есть он гораздо богаче, чем я. Я никто по сравнению с ним. Но, тем не менее, даже у меня вот часть проявляется. Убираемся куче дизайна. В общем, в какой-то прекрасный момент. С их слов они так рассказывают. Вот, в общем, был день рождения у Эмбер, там все праздник, там вечеринка была. Но Джонни сказал, я влядь спать хочу, проигнорирую вечеринку. Ладно, рано ушел спать. И это была ошибка. Потому что просыпается в утром, а, ну, как я вам сказал, посредине куча дима. И кто это сделал, догадайтесь. Судя по ситуации, именно это и поставило точку в их отношениях. То есть когда тебе вяжут пальцы, когда тебя там унижают, когда тебе изменяют. Все нормально. Но если ты срежешь мне в кровать, собирайся, вылетай из моего дома. В общем, дальше на него наложились разные проблемы. Допустим, вот следующее. Он почти потерял все заработанные за всю свою карьеру. 650, вроде, миллионов долларов. У меня просто вопрос, как можно? Куда? Что? 650 миллионов? Где ты их потерял? Где? Вот тут они лежат или где? Потому что, блядь, мне кажется, такая куча денег прям из Америки в Бразилию, блядь, должна тянуться, если вот так вот выложить их. Кстати, у меня тоже есть определенное количество денег. Вот я сейчас в Бразилии, сзади меня живая стена, вы не видите, потому что темно, вот там снизу я в отеле, там обеденный зал. И почему я здесь могу себе позволить? Потому что я забираю деньги у бутмекерских контор. Я зарабатываю на этом и реально пока очень успешно. Они, конечно, пытаются сопротивляться, но хер им. В общем, ситуация такая, что мои аналитики играют на аккаунтах, которые я им предоставляю, и мы делим прибыль всю заработанную, как бы на этом я и живу. Ну и одновременно мы придумали дополнительный способ заработка, те ставки, на которые мы ставим, самые надежные из них выдавать в наших чатах, чтобы и люди могли зарабатывать, и мы дополнительно заработали на подписке к нашим чатам. В общем, у меня есть сайт, ссылка на него в описании под каждым из видео. Вы можете там связаться с администратором, позадавать любые вопросы и зарабатывать, ну в среднем, наверное, где-то около 30 тысяч рублей в месяц, если ставить по 1000 рублей на одну ставку. То есть да, это полноценно может заменить вам работу, ну или неплохой дополнительный доход. Дальше, коротко, три причины, почему мне стоит верить, чем мой чат отличается от других, которые благополучно на***ют людей. Первое, самое лучшее, у тебя там есть чат, и все или все участники чата, то есть когда ты попадаешь уже в наш чат, ты можешь там переписываться с другими участниками, можешь сразу зайти и спросить, на*** ли это, и тебе скажут, что нет. Вторая причина, есть полная статистика за всю работу чата за год, даже больше уже, он больше года, кстати, работает, закрылся бы, если бы я на***нул. Ссылку на статистику я оставлю под сайтом, в описании под этим видео. Там буквально каждая ставка, каждый коэффициент, все учтено. Третья причина, у меня нет никакой рекламы, никаких реферальных ссылок, ничего, грубо говоря, зарабатывать я могу только на подписке, которую вы платите мне, для того, чтобы зарабатывать, если вы не будете зарабатывать на чате, вы больше не заплатите мне подписку, я не зарабатываю деньги, поэтому мне выгодно, чтобы вы зарабатывали, поэтому я не обманываю, это были три причины. Если тебе недостаточно, ну не знаю, тогда ладно, иди на работу, что поделать, все, едем дальше. Кроме того, пострадало самое основное, это его и репутация, и вы знаете, этот современный Голливуд, если ты абьюзер, если ты мужчина, и хоть посмел, хоть, не знаю, там неправильно посмотреть в сторону женщин, больше фильмов мы тебя брать не будем, ты больше сниматься у нас не будешь, потому что вот там вот феминистки, коих там 3%, они там скажут что-то плохое, и фильм наш никто не посмотрит. Общество будет зло на наш фильм, мы потеряем много денег на кассовых сборах, и все будет из-за тебя, лучше мы тебя не возьмем. Хотя, ну на самом деле, это не так это работает, и как бы бояться того, что скажут, там какие-то пару тысяч феминисток, это просто, ну, странно. Но, тем не менее, Голливуд работает именно так. Реально, все, кроме Эмберхер, вообще все говорят, что человек хороший. Даже Хавьер Бардем, вот знаете, Антона Чигура, и старикам тут не место Хавьер Бардем. Вот, зачитываю цитату. Я люблю Джонни, потому что он хороший человек, который оказался в ловушке лжи и манипуляции, токсичных людей. Но, несмотря на это, он по-прежнему улыбается и проявляет любовь к нам. Как? Через свою музыку, через свои поступки, через свое молчание. Это многое значит, спасибо Джонни. Ну и назвал это все провокацией, херд, и я, сука, с ним согласен. Вот как бы я не знаю ситуации, я в их в голливудской тусовке не кручусь. У меня определенно складывается впечатление, со стороны Эмбера попахнивает говнецом, да, вот в прямом и переносном смысле. Ну и стоит ли говорить, что его выгнали из «Пиратов Карибского моря», сначала хотели сделать с ним небольшое камео, потом убрали, потом снова добавили, сейчас окончательно сказали «До свидания», как бы, Джек Воробей. Я не люблю «Пираты Карибского моря», я любил в детстве, это детский фильм, логично, я не считаю его плохим, просто я вырос, он мне уже не нравится, в детстве нравился. Но это реально фильм, собравший кассу, первый, по-моему, больше миллиарда собрал. Это, ну, колоссальные бабки, и реально на образе Джонни они заработали столько денег и просто намороз его, как бы, просто вот ни за что. Репутацию свою хорошо зачищаете, но как бы для меня теперь зашквар этот Дисней. Из фантастических тварей его выгнали Грин-де-Вальд, теперь не он, а кто? Вот мне интересно, я уже в двух фильмах его видел. Что дальше, вот, кто будет играть Грин-де-Вальда теперь? Не смогу теперь с закрытыми глазами представлять, что Грин-де-Вальд это не он, а кто-то другой. Я не студийный босс, им виднее, в общем, решайте сами, кто вам ближе. Можете в комментариях написать свое мнение. Спасибо, что смотрели, удачи.